приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про танк который мне нравился я считал его хорошим его еще и в патче 1.22 очень сильно апнули и он теперь просто мега хорош но вначале традиционно показывают трех победителей по 500 золота из youtube и трех победителей по 500 золота из вк-видео принять участие в розыгрыше очень легко для этого если вы играете из рубай региона в конце комментарий оставляйте никнеймы под видео в ю тубе и в вк вот принципе и все участие в розыгрыше золота также не забывайте ставить сердечко и подписаться и так что такое turtel mk1 это британская пт-шка премиум на и 8 уровня она мне нравилась и на ней взял давно три отметки я ее для себя позиционировал скорее как тяжелый танк она очень медленная в меру бронированная но без рельефа без укрытий тортила танкует очень слабо поскольку давайте посмотрим на броню нлд 180 миллиметров нижняя часть в лд там 200 с хвостиком и только в верхней части рубки более-менее внушительная броня также очень толстые борта что позволяет нам ромбовать тем более орудие у нас и опускается очень хорошо и поворачивается влево вправо хорошо то есть углы горизонтальной вертикальной наводки просто крутые из-за чего всегда удобно играть через рельефики но если мы будем стоять в чистом поле то наш танк пробивается легко и это наверное главный минус этого танка если вы не знали и даже после апа забегая наперед скажу вам что этот главный минус с ним остается если вы этот танк расцениваете как супер бронированный непробиваемый просто скала то это не так он таким никогда не был и видимо никогда не станет если с умом от рельефа играть от роббиков там занимать какие-то позиции то можно хорошо потанковать если же укрытие особо никаких нету то пробивать этот танк несложно если вы пришли сюда за какой-то ультимативной броней и и здесь нет только если зарыться по самые нос древокопы только тогда верхняя часть рубки начинают хорошо танковать это голда десяток будет пробивать все равно какие еще у танка были минусы пробитие было примерно как у тяжелого танка танк был очень медленный ну и броня вы сами поняли какая в принципе это три таких основных минуса если рассматривать этот танк как пт-шку если как тяжелый танк то в принципе из минусов только скорость у нас получается ну и по сути все поэтому я был доволен этим танком он неплохой я его не считал имбой но таким вот достойным заменителем тяжей со значком пт что же апнули нашему turtle mk1 стабилизацию на 28 процентов от поворота корпуса и от движения это очень хорошо поскольку орудие дпм на и скорострельная танчик стал подвижнее и стабилизация не помешает тем более с комфортом стрелять всегда приятно также улучшили еще скорость полета снарядов это тоже хорошо я особо не жаловался на это поскольку играл в основном вблизи против тяжей и на близких расстояниях скорость полета снаряда не так сильно нужно но если мы вдруг захотим по кемперить на этой пт-шку будем делать это более комфортно хотя я кемперить на таких танках не рекомендую только если ситуация какая-то такая произошла необычная также этому танку еще улучшили скорость вперед максимальную и назад вперед было 20 стало 25 назад было 10 стало 12 бои очень быстрые и это танчик ну должен успевать также сверху еще поставим турбину и будем ездить 30 километров это прямо замечательно в нынешних очень быстрых боях скорости всегда не хватает чтобы лишний урончик настрелять в принципе пока что улучшение именно то что танку и надо но это еще не все казалось бы и так уже апнули неплохо так ему еще и пробить и улучшили у нас пробить и было основным снарядом 224 примерно как у обычного тяжа но как для пт-шки это очень маленькое пробитие а теперь пробить и у танка основным снарядом 240 что поможет нам очень хорошо фармить серебро также еще и специальный снаряд улучшили было пробить и 253 теперь 270 это прямо в самый раз пробития теперь нельзя сказать что пробить и это минус танка или пробить и как утяжа или еще какое-то там не такое теперь пробить и прям реально как у пт тем более если продолжать играть в тот стиль который я предлагаю на этом танке а именно ехать с тяжами и в ближнем бою отыгрывать конечно не всегда получится на этом танке прямо на первой линии играть из-за того что у нас броня не самая лучшая но как тяж поддержки этот танчик вполне себе неплох и с таким пробитием можно очень хорошо так поддерживать своих тяжей также у танка еще точность 0.36 сведения 1.9 это просто невероятно также дпм у нас 2911 альфа у танка 330 до альфа небольшая но скорострельность просто невероятная если вы кого-то на каток в поймаете скорее всего он там и отправится в ангар у нас даже хп 1400 у бумажных пт намного меньше хп обычно у нас еще и броня есть и хп побольше и ездим мы теперь не так уж медленно орудие стабилизированная скорострельность сведения классная точность неплохая так еще и пробитие вполне себе для фарма в самый раз и этот танчик сейчас продается в клиенте игры за золото в патче 1.22 некоторые танки за золото перестали продавать там был танк который составлял конкуренцию турту мк-1 это тс-5 но теперь его за золото не продают если бы он оставался в продаже то было бы сложно выбрать какой из них лучше тс-5 или туртел мк-1 но поскольку тс-5 уступил дорогу туртел то без конкуренции туртел мк-1 сто процентов лично на мой вкус занимает первое место из прям танков которые продаются в клиенте за золото остальные танки которые за золото сейчас продаются ну очень с натяжкой могут составлять какую-то конкуренцию туртел мк-1 мне нож очень легко на нем и приятно играется с таким апом я и до апа на нем играл в удовольствие сейчас это просто невероятный танк но не ждите от него супер брони какой-то только если вы реально там по самые уши в окопе сидите только тогда он начнет танковать для этого как раз есть у него хорошие увн и пишите свое мнение в комментариях как вам танчики за золото в игре в патче 1.22 сам бы варчик горать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока а а а а а а а а а